МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Никто не забыт. Военнослужащие Саровской дивизии поздравили ветеранов. 90-летний юбилей. Жительница Сарова приняла поздравление в День Победы. Особая атмосфера и дух времени. В музее 1945-й хранятся уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Далее расскажем обо всем подробно. Без торжественных речей, звуков военного оркестра и прохождения парадных расчетов и бессмертного полка. Праздник Великой Победы впервые в истории страны прошел в особом формате. 9 мая цветы к вечному огню возложили руководители города, ядерного центра и муниципальных организаций. Но ветеранов не оставили без внимания. Военнослужащие Саровской дивизии навестили их и поздравили с праздником. Впервые за всю историю празднования Победы в Великой Отечественной войне у мемориала павшим на полях битвы было так мало народу. Режим повышенной готовности не позволил провести масштабные мероприятия в честь 75-летия со дня Победы. Но отдать дань погибшим на фронтах за свободу и независимость Родины это простая человеческая потребность. Цветы к вечному огню возложили представители городской думы, администрации, ядерного центра, военного комиссариата Саровской дивизии. Не было торжественных речей, песен военных лет и парадных расчетов. Праздник Победы обязательно отметим шумно и ярко, но позже. А пока поздравления ветераны принимали на дому. 9 мая сотрудники Росгвардии вручили подарки участникам войны. Ветераны заслужили этот праздник. Они ценой своей жизни, жизни своих товарищей эту победу принесли. Поэтому мы просто были обязаны как-то отблагодарить и сказать им большое спасибо за их вклад в эту победу. Соблюдая меры безопасности в масках и перчатках, они навестили ветеранов. Подарили им бытовую технику, продуктовые наборы, цветы и передали поздравления от руководства Росгвардии. С праздником вас! С днём Великой Победы! В честь 75-летия Победы каждый ветеран получил особенный подарок – армейский вещевой мешок, в котором в годы войны лежали самые необходимые предметы. Солдат всю войну прошагал всегда своим мешком, с той фляжкой не расставался, в которой иногда болтыхался 200 грамм спирта, котелок, с которым он принимал пищу, какой-то ржаной хлеб, который был в обиходе, кусочек сала, сахара. Несмотря на почтенный возраст, ветераны встречали гостей при полном параде, в военной форме и с наградами. Для них 9 мая всегда праздничный день. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Нижегородская область присоединилась к всероссийской акции «Вам, родные». В рамках проекта добровольцы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и вручают им подарочные наборы. Накануне 9 мая к акции присоединился и Саров. Добровольцы развезли продуктовые наборы, цветы и сувениры по адресам, где проживают участники Великой Отечественной войны. Узники концлагерей и труженики тыла. Сергей Степанович, здесь проживаю. Здравствуйте. Не, не, мы заходить не будем. Вы вам в конью 9 мая продуктовый набор дали? Да. Вот, держите. Спасибо. Спасибо. Создравляю вас. Субтитры, товарищи. Поздравляю вас. Ой, спасибо. Более 10 добровольцев вызвались разнести подарочные наборы бабушкам и дедушкам. Разносили продукты с соблюдением всех мер безопасности в масках и перчатках. Пакеты в руки не передавали, оставили на пол. В акции «Вам, родные» приняли участие сотрудники Департамента по делам молодежи и спорта, молодежного центра и активисты волонтерских организаций. Разводим продуктовые наборы, дарим цветы и флаги для акции «Окна победы». Красная рыба, свежие фрукты и овощи, молоко и консервы, конфеты и чай. Все это едва уместилось в два пакета. Хранить такой объем негде, поэтому продукты оперативно доставили адресатам. Праздничные продуктовые наборы саровским ветеранам раздали в рамках проекта «Вам, родные». Это одно из направлений всероссийской акции «Мы вместе», которая проводится на территории всей страны накануне Дня Победы. В период пандемии и самоизоляции ветеранам очень нужна наша поддержка. В эти предпраздничные дни ветеранам, участникам войны, будут доставлены праздничные наборы. Доставка будет осуществляться с соблюдением всех мер защиты, для того, чтобы не заразить ни ветеранов, не заразиться самим. И я уверен, наши заботы и внимание будут ветеранам сейчас как нельзя кстати. Всего надо было доставить подарочные наборы в 69 квартир. Адреса распределили на три группы. Часть продуктов относили лично сотрудники социальной службы, потому что пенсионеры незнакомым не открывают дверь. Елена Грескова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. В России вступил в силу закон об усилении антитеррористической защищенности религиозных организаций. Церкви и храмы обязаны получать паспорта безопасности своих объектов и территорий. Оценивать уровень защищенности зданий и сооружений культа будут специальные комиссии. Штрафы за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов могут достигать 500 тысяч рублей. Право оформлять протоколы за нарушение получили сотрудники органов внутренних дел ФСБ и Росгвардии. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Федеральная налоговая служба запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. На поддержку могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые заняты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Заявление можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика или отправить по почте. Размер субсидий рассчитывается исходя из количества работников, умноженного на МРОД. Получить более подробную информацию о том, кому положены субсидии, в каком размере и как их получить, можно на официальном сайте ФНС России. Списки на зачисления в детские сады передадут в дошкольные учреждения. Приходить за путевками в департамент образования не нужно. Как сообщили в ведомстве, в период с 18 по 20 мая заведующие сами свяжутся с родителями. По телефонам, которые те указали в заявлениях о постановке на учет для предоставления места в детском саду. Также сотрудники дошкольных учреждений обзвонят тех, чьи дети достигли трехлетнего возраста и ждут перевода в другие детские сады. 21 мая в департаменте образования начнет работу горячей линии по вопросам приема в дошкольные учреждения. Звонки будут принимать по номеру 95562. Министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал реальные сроки проведения ЕГЭ в этом году. По его словам, маловероятно, что к июне ситуация кардинально изменится в лучшую сторону. Поэтому сдачу госэкзаменов стоит планировать ближе к августу-сентябрю. С таким заявлением он выступил на заседании президиума фракции «Единая Россия», сообщает российская газета. Напомним, новые сроки сдачи ЕГЭ, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, должна озвучить 12 мая. Двойной праздник. 9 мая жительница нашего города Мария Николаевна Дындыкина отметила день рождения. В этом году ей исполнилось 90 лет. С юбилеем Саровчанку поздравил депутат городской думы Иван Ситников. Подробности в следующем репортаже. С букетом цветов и подарком пришел в гости к Марии Николаевне Дындыкиной депутат Иван Ситников. 9 мая у почетной жительницы Сарова двойной праздник. В этот день победы она отмечает свое 90-летие. И дай бог ей прожить еще столько же на радость детям, внукам и правнукам. Не перестану восхищаться стойкостью старшего поколения. И вот у меня отец тоже был ветераном войны. Я все время удивлялся. Это то поколение перенесло столько лишений. Голод, холод, война. Но они были гораздо крепче нас во всех смыслах. Они по здоровью были крепче и духом крепче. И я считаю, без всяких высоких слов, вот с кого нужно пример-то брать. Мария Николаевна родилась в деревне Вертьянова Дивеевского района. Когда началась война, ей было всего 11 лет. Военные годы Мария Николаевна вспоминается слезами на глазах. Есть тогда было нечего. Все запасы, которые были у семьи, они отправляли на фронт. Чтобы не умереть от голода, маленькая Маша с другими детьми в поле собирали колоски после комбайна. Там остается много на земле колосков, а они ж полные, с зернами. Хлеба не было тогда. И вот ходили, собирали эти колоски. Мария Николаевна вспоминает, как во время войны в деревне произошел пожар. Ребята решили в доме запечь картофель. Но не уследили за огнем, и в результате сгорела половина деревни. Очень много домов сгорело. Что из детей можно спросить? Ничего. Есть захотели, напекли картошки. После окончания войны Мария Николаевна переехала в Комсомольск-на-Амуре. Потом жила во Львове, а в 60-м году вместе с супругом переехала в наш город. У Марии Николаевны двое детей, четверо внуков и трое правнуков. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Прикоснуться к истории. Погрузиться в атмосферу боевых будней солдат и офицеров, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. В Музее военно-исторического общества 1945-й хранятся уникальные экспонаты. Молчаливые свидетели кровопролитных сражений. Этот китель – один из первых экспонатов Музея военно-исторического общества 1945. Его носили советские солдаты до 1942 года. С середины 1942-го до 1943-го года уже была введена новая форма одежды, которые пришли к погонам. Вот до этого на кителях, на наших были звания, знаки различия, на бортничке такие петлички. А уже с 1943-го года пошли погоны. Еще один интересный экспонат – суконный шлем Буденовка образца 1927 года. Шита она из серого шлемного сукна. Внутри подкладка и хлопчатобумажная ткань. В годы Великой Отечественной шлем нередко утепляли ватой в морозы. Но уже в 1943 году Буденовку заменили на шапку-ушанку. Все экспонаты, которые хранятся в музее, Алексей Морозов заказывал в интернете или покупал в магазинах. Особо ценно то, что он получил подарок от жителей и гостей нашего города. Например, военные письма. Очень интересно эти письма, их читать. Конечно, тяжело перебирать и читать. Чужие письма вообще, в принципе, военные еще тяжелее. Но, тем не менее, своеобразные такая треугольнички вот эти, они какой-то несут в себе все-таки какую-то энергетику такую сильную. Экспонаты сотрудники музея тщательно обрабатывают и реставрируют. Иногда на восстановление у них уходит больше полугода. Этот миномет 80-го калибра собирали по частям. Сначала приобрели плиту, потом ноги и трубу. Теперь он ждет своей очереди на реставрацию. Увидеть в музее его можно будет уже осенью. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Длительные ограничения на свободу перемещения из-за пандемии коронавируса наложили свой отпечаток на людей. Недостаток живого общения с близкими друзьями выдвинул на первый план жажду скорейшей встречи с ними. И это первое, что сделает Саровчение после снятия ограничительных мер. Опрос в социальных сетях показал, что этого хотят 27,5% участников. Прогулки на природе. Посещение салонов красоты и магазинов набрали приблизительно равное количество голосов. 8% опрошенных первым делом планируют пойти в ресторан. Нашлись и те, кому затворничество оказалось по душе. 16,5% понравился режим интровертов. И они останутся дома. К другим новостям. 6 котов и 2 собаки рискуют остаться без еды. Животные живут в одном из магазинов, который закрыт больше месяца. Владельцы бизнеса несут убытки. И средств на то, чтобы прокормить питомцев, уже не хватает. Предприниматели обратились за помощью горожанам, которые сразу откликнулись и принесли корм для животных и наполнитель для туалета. Коронавирус и ограничительные меры привели с собой и экономический кризис, который коснулся практически всех без исключения. Причем, как оказалось, не только людей. В одном из саровских магазинов обитают сразу 6 питомцев. И теперь, когда владельцы торговой точки остались без доходов, животные рискуют остаться без пропитания. Поначалу, конечно, когда начинался карантин, мы растерялись. Все, что было, отдали на кредиты. Там, как я думаю, и другие предприниматели. И то есть остались без копейки. Сам еще как-то пойдешь, что-то там съешь. Но еще куча животных, которым каждый день или не раз в день просят есть. В магазине Елена живут 2 собаки и 6 котов. На корм и наполнители у женщины уже не хватает средств. К помощи животным подключились волонтеры и неравнодушные граждане. Я никогда не думала, что вот такая беда, как карантин, нас всех людей сблизит. Особенно очень в нашем городе. Как бы всегда говорили, ой, город очень такой стеснительный. Люди не очень общительные. А мне кажется, люди очень общительные, очень добрые. И, ну, я не знаю, особенно вот наши покупатели, они... Спасибо им тоже, что они не забывают и приходят. Помочь Елене и ее питомцам может каждый. Достаточно купить корм или наполнитель для лотков и принести их по адресу улицы Шверника, 24. Все вопросы по телефону плюс семь девятьсот десять сто двадцать шесть сорок два ноль восемь. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. На церковном гуманитарном складе и в храмах Сарова закончились продукты, которые всегда передавали малоимущим, многодетным и семьям в трудной жизненной ситуации. Из-за пандемии коронавируса нуждающихся стало больше. Как можно помочь тем, кто лишился дохода и не может сам купить продукты? Об этом наш следующий репортаж. Гуманитарный склад перестал работать еще до объявления режима повышенной готовности. Несколько недель его двери были закрыты, волонтеры не принимали пожертвования и не выдавали одежду нуждающимся, но разносили продукты старикам и многодетным. Раньше еду на склад передавали храмы, но в апреле закрыли их. Храмы принимали продукты на поминовение усопших родных. Это такая традиция давняя в нашей церкви. Люди часто спрашивают, куда идут продукты, которые мы приносим в храм. Они именно идут на поддержку нуждающихся людей. Есть семьи многодетные, которые прикреплены к разным храмам. У нас в основном два храма оказывают такую поддержку. Есть люди-инвалиды, есть одинокие матери или отцы. После обсуждения с представителями церкви волонтеры решили принимать записки о поминовении или здравии за продукты на своем складе. Их можно положить в крытый короб на крыльце здания на Пушкино 24А. Переносить лучше не портящиеся продукты. В первую очередь мы сейчас просим консервы, потому что мука, крупа еще в некотором запасе у нас есть, подсолнечное масло тоже имеется. А вот консервы – это говядина, тушеная свинина, рыбные консервы, какие еще молочные, сгущенное молоко. Вот это оно и дорогостоящее, и в то же время, если у тебя есть крупа, масло, ты уже можешь себе сделать кашу с мясом или рыбный суп. Это уже более питательная еда. Из пожертвований формируют продуктовые наборы, которые волонтеры разносят адресатам. Одежду на складе пока не принимают. Ее некому сортировать и запрещено выдавать. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова